песню пособ включу песню после этого реплея внезапно на дне океана сидит рутуле как бы я понимаю что когда ты играешь на вампирах ну вампиры такая команда который тяжело показывать результат тяжело играть тяжело делать вообще все что ни было даже на супер вампирах типа эмфи но ты и вопросы понаписывал сим тебе 2 наверно так понравился да я потом может еще добивочку 2 я старался ну клёвый вопрос согласись если я вдруг буду брать интервью у вассага у меня к нему будет почти такой же вопрос как тебе 2 типа я спрошу вассага а вот есть знаменитый форум порно игр альбедо и вот такую-то игру создает чел с ником вассага это ты или нет вот я бы я общественность хочет знать вот так поэтому китон извини я не мог пройти мимо и тоже вот этого дару туре долговато я согласен ну при том что все таки у него уже есть типа топовый вам есть очень крутой крутой вот этот игрок но у него как-то маловато вампиров то есть него их 5 понимаешь чем дело брает у рутуре все было хорошо до игры с пивоварищем опаешь такой выходит попадает на габлу ритарскую которая сосет жопу и ничего не показывает ну имеется ввиду пивас да и внезапно у пиваса знаешь вот матч где прорывает и он убивает по моему двух агильных вампиров там был агильно-мувный вампир еще агильный вампир по-моему по моему они в одном матче подохли вот агильно мувный додж умер в матче с пивасом а второй вампир а вторым а второй вампир в матче с дрега два гоблина в одном сезоне практически подряд убили двух топ вампира то есть в четвертом туре дрега убил одного агильного вампира а в шестом туре пивас убил другого вампира но в прошлом сезоне то есть по сути в прошлом сезоне вот четвертый шестой тур потеря двух агильных вампиров и как бы и все и опять сидим качаемся ты же я думаю брайт понимаешь что потеря вампиров у вампиров это примерно то же самое что потерял нургли позиционки только может даже еще не приятнее хотя вампир из коробки конечно поприятнее козла или воина и качается быстрее но их и меньше так что так что просто очень везет ну понимаешь он потерял все-таки двух вампиров с агиллой на это это все-таки как-то немножко призыв что у него сейчас было бы три прокаченных агильных вампира это как-то конечно призыв что лока тебе ты заходишь в вышку те в первой игре не он убивает силового воина а там в какой-нибудь четвертой игре тебе 2 силового воина убивает например египтянин ощущения будут как-то не очень я так смутно догадываюсь и сравнение почти похоже слишком много агиллы для одного ну здесь я пожалуй соглашусь здесь здесь спорить тяжело спасибо кису не за полу так там такой ник если что я я не придумал не опять двух волков покупать у спайда счета как-то сочувствую что-то что-то у тебя как-то и на некрах не идет вовите отобразил из чате пасосей очень неприятный пасосей что-то как-то все грустнее и грустнее давай удачи те стенсом спасибо чтобы лунарная линейка в 1д дала минус армору волку без регина но я рассказывал о моей любимой встрече с тургутом когда мы с тургутом попали в ландере а я не знал что то тургут я смотрю какой-то тренер еще очень разговорчивый и она на лосе бьет в 1д ой как не повезло ой как не повезло это этот разговорчивый непонятный тренер бьет лонар нам хаем в 1д флеш голема ломает его без регина потом бьет войта лонар нам лонарная линейка в 1д ломает войта саша едет на юпитер немножко странно отыграна мне что-то не понравилось как сыграл в этой ситуации рутуре а потом оказывается что я нагрубил с пожара тургуту он он обиделся вот такие дела ну что рерол сейчас самое обидное если выпадет жажда ну вроде все хорошо даже можно поставить если если завры опа ладно сталин образовался сам собой короче верим ли мы в даджи завров ребята я бы мог сказать что здесь можно было сделать красивую игру подвести игроков ударить если повезет уронить оттолкнуть освободить игрока и поехать в мяч но мистер дэвид это не видит играет самым простым способом дает пробой сколько будет пробоя с руки за матч знаешь спайдер что-то мне подсказывает что не больше чем у моих гномов ответ я думаю те не очень понравился зато он правдивый принципе я угадал ну это какая-то очень специфическая попытка неужели сейчас лонером пойдет бить а зачем делать гф и по одному если ты уже по фей ладу blitz в 1д даже странно что это не 6 единственное что удивляет в этих запрах это довольно неплохое количество такова гипноз правильно пока вампира все неплохо не пофейли дочь 2 плюс изобили ну чё-то ощущение спайдер что у тебя выпала такая ничья что как бы не шибко далеко ушедший от луза завры пока бьют без оргазма что-то как-то как-то вампири не трещат ну как бы по ощущениям это матч довольно выгодный для рутури то есть рутури играет сильнее у рутури команда которая условно контрит завров если нету пробоя и рутури в принципе ну правильно играет просто он все делает хорошо как вы понимаете это противопоказано так и хочется еще и про уровень игры пошутить брайт после того как мы сегодня смотрели игру неона смотрели мы тут игру неона и смотришь пока эту игру и ничего как бы если ты видел как он умудрился отдать игру непрухи просто пересмотри у тебя там только выпей сначала выпей а потом посмотри пересмотрели плей я его вывешу думаю сегодня не прухи не он там все это там все были уверены что лучшее на что может рассчитывать не пруха это ничья превантер при очень причин унылым вантер не было очень сложно сыграть мячу да она смог проиграть я смотрю такая как бы солидная ультра клетка против против вампиров какая-то такая многоуровневая клетка правда не очень понимаю как она должна остановить вампиров потому что я то вижу просто изейшие изейшие кубы рерол лонера забегающего на гол окей я думаю что рутури захочет пойти в мяч я его абсолютно понимаю нужно кинуть два гипноза а с первого гипноза ну тут простые кубы идеально шестерочка вообще супер скаттер отличный типа для вампира который его там скрип крепко руки приду серьезно лузец неона это реально сверхъестественный луз без шуток ну скаттер кстати идеальный для заборов не повезло рутуре он правильно сыграл правильно сыграл но не повезло ой аптека на раба вообще конечно аптеку на раба не так часто увидишь но без вопросов это хороший раб ну то есть я думаю что если какой раб и заслуживает аптеки наверно такой блиц без блока я не говорю что то плохо да раб не так то просто это правда мне нравится что завры начали мягко скажем с несколько неординарного плитца перед тем как сыграть все остальное ну как буки какой приятный минус не менее приятный рейд а теперь гол через три плюс лонерный три плюс и все прокатило сегодня у неона кстати было четыре регина подряд по моему когда мы смотрели четыре регина из четырех очень неплохой гол забил кстати как ни странно у мистера девита получилось загреть рутуре на мяч чтобы он не закрыл единственного забивающего я не уверен что такова была задумка то есть я не уверен что он дал очевидные два куба в мяч ради этого но получилось хорошо я имею ввиду что в принципе схема сработала не уверен что стоило тратить а ну это восьмой ход ладно что стоило стоило тут как бы восьмиармор весь восьмиарморному бтзавру сейчас объяснят шоу тут пузо греет на шикарно хубрит ли рапта негла я смотрю мстя страшно честно говоря с неглой и минус армором я думаю что этому завру пора на помощь как бы это 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 очень тоскливый набор травм для завра это такой завр который будет падать от мгновения ветра ну да тут нет смысла пытаться валить товарища ну кстати классный лос у вампиров если вот казалось бы вампире минус нули одного завра вампиры минус нули скинка сами ничего не потеряли не пофейлили только без аптеки сидят в итоге у нас четыре завра один крекси гор пачка скинко у вампиров полный набор правда почему они на банку сажают вампира я не понимаю то есть по моему по моему ситуация более чем выигрышная более чем выигрышная для рутури блоков то сделал больше ля это такая хорошая была шутка если кто не знает был матч индигона против рутури где рутури в удами избил орков у орков по моему армор армор был 39 процентов и рутури в конце сказал ну у меня же армор был лучше я же сделал больше ударов я честно говоря с этого выпал так все выпали в осадок только знаете с детской непосредственность непосредственность я аж больше бил орков в принципе да да там был на один или на два удара больше чем у орков но больше это основная мысль ну честно говоря ситуация для завров очень плохая если завры прямо сейчас не начнут минусовать то они проиграют то есть не знаю тут либо рутури должен кидать очень плохие кубы либо очень плохо играть я чет не верю ни в то ни в другое но посмотрим как бы тут тут уже похоже на то что будут фармить их уже мы же знаем что бб игра контрастов и может произойти все что угодно но правда врать не буду понимаете понимаете меня вот неон сегодня два раза удивил я сначала подумаю что неон заруинил игру на 6 плюс доджек мумий оказалось что нет это был хороший обман ожиданий вот ты вроде думаешь о 6 плюс додж мумий первым действием наверное он здесь пофейлил оказалось что нет где еще такое бывает хороший приятный минус не так то просто забить рутури в этой ситуации мне вообще вампиры не очень нравится как команда для двух ходовок то есть ты брай думаешь что фейл рутури будет ничьей да окей ставки принято хе 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 да нет просто двухходовка не приятно тем что они медленно им не так легко бегать при том что надо все время в голове держать возможность всякой хренью ну вот здесь конечно пофейлил если честно то есть подставлять под укус это это фейл это маленькая ошибка в принципе силового спасли да но он то еще пригодился бы я думаю то есть по-хорошему делая такие мувы нельзя подставлять под пососе и такого самого сочного заживал до до с помощью гипноза можно всякие столбики разбирать я так помню вытащил очень круто игру в этом в челлендж of the unknown когда не помню с кем играл вот там тип столбики зароляли это вампирами с челленджем хорошие отношения вампиры логр и даже не знаю чего будет в следующем сезоне халфов или гоблинов как вы думаете вариантов то не так много осталось а из рейду пора может придется через два сезона фантазию придумывать не подземка сильная команда подземка сильная команда неправильно я по крайней мере я под я механически понимаю как как играть подземку я не пробовал но я понимаю предходил подземки все таки слишком очевидный обуз я бы так это описывал да да я думаю габла будет ставлю тоже на габлу я год назад говорил ну полгода назад говорю что я не буду записываться на следующий член of the unknown но может может и запишусь посмотрим а только на бумаге сильная поверь так понимаешь я же могу ее качать на мб-клавсу и играть очень осторожно через фаллы для того чтобы выходить и выигрывать челленджем за новым а для того чтобы пофеерить и попортить команды тем кто собирается выходить понимаешь мой план двухэтапный сейчас важно не пососать было очень важно не пососать он собирается забивать ну ладно я понимаю почему гол но не могу сказать что он мне нравится с другой стороны в такой печали заворы что тяжело представить что они да может быть скатают ничью но играть с такими вампосами тяжело а где все заворы у них один завор получил травму при том видимо не шибко совместимую жизнь он наложил ниглу на минус арбов а еще два завора пропускали игру вместо одного из них взяли силе били вот любимого игрока кащея любимого старплеера кащея вот так скажи из некров плохим беды но некра вообще не андеты андеты эта команда которая ну там скажем даже особо без навыков или без всех позиционных все равно может быть чеки драться они крита команда которая осознанно получать в лицо ну правда энди даву объяснил мне сегодня что не особо что за 80 блоков можно получить всего две травмы 79 извините 79 блоков а вот ну у тебя что-то какое-то проклятие спайдера я не знаю где ты попортил себе карму но по ощущениям ты как-то плотно счета рутуре отдает фланг ради довольно эфемерного мало да не одобряю сейчас рутуре доиграется ничьи реально раду узавров до сих пор 0 пробоя все плохо но до ничьи можно до доиграться вот брайт сказал проект я говорю про это я думаю в чате люди солидарны что похоже что кто-то может доиграться до ничьи защита от вампиров как бы есть очень грустно что кракси гор не пошел очень плотно на мяч прыгают а нормально меня пугает мысль ребята что завор кажется начинает очень сильно в себя верить то есть есть какое-то легкое ощущение что завор сейчас всерьез может попробовать поиграть на победу это конечно очень похвальная мысль красивая как два туза на прикупе у заворов надо гриндить да я понимаю вампиры могли не спешить с голом не ну посмотрим ладно просто похоже что завры забьют хотя я не уверен что заврам надо забивать здесь надо будет подходить сосать сосачива сосачива петель пососали хорошо view 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 в очередной раз так и вовремя сыграл ну у рутури три рерола можно потратить наверное о 11 ой травма мнг неудачно получилось но даже это не делает пока двухходовку трехходовку завров печаль да это неприятно до потери кэш не вовремя но в принципе там еще хватает игроков вроде пока что не совсем откопытились но правда вот здесь правильно играет мистер дэвид не знаю рейн видимо решил что нет особого смысла кидать так много кубов типа сейчас завры забьют а он забьет им в ответ о подтвердили кстати матч чемпионс капа надо будет зайти посмотреть у меня по бороду ничего не ловолап но ничего и не сломалось что вдвойне хорошо вампирам выпадает топовый ивент выпадает ивент на сайт стэк ловли меча в руки как бы вопрос смогут ли вампиры в забить гол в этой непростой ситуации чате вы думаете верим ли мы в ротуре очень не вовремя прыгнула жажда еще и не уронили будут видимо придется остаться сзади и это пососячить что-то все сосачеры все время подбегают к силовому один раз силового уже закушали да грейнткор ну где тут победа завра а еще жажда что вампиры очень хорошо начали кидать жажду что-то игроки вокруг силового кончаются потихоньку ну вполне может быть брает я не знаю сгорел энди или не сгорел хотя думаю немножко подгорел но это высушить вспомни тот самый матч где мы с ним играли в плей-оффе кола как говорится он это заслужил сейвит силового чтобы не убили второй раз да может быть но есть же знаменитое правило пупка сейчас хвост сядет на мяч это неплохая мысль еще и повалили важного раба вот здесь кстати дэвид наверно наверно играет довольно грамотную игру для того чтобы не дать это пожалуй 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 неплохо ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой слушайте это уже интерес слушайте а мне мне вообще этот ход от дэвид и нравится серьезно вот это вот это очень культурный ход был неприятно очень неприятно придется кидать 3 плюс дочь и 0 и кинули вопрос только в том что теперь делать очистки и жирные псаля хрен его знает белую ой как а вот это супер жажда не в тему здесь надо будет блин опасно кубы то в мяч все равно есть скушали еще чудо заметил сколько жажды начал кидать рутуре рутуре поплыл на жажде серьезно рутуре очень сильно поплыла на жажде и кстати дэвиду достаточно просто сейчас оттолкнуть и все гола нет да я согласен брайд но в средний уровень руба бл по палате весьма неплохой кстати бывают конечно исключения значит и люди которые играют получше и кидают кубы похуже ой какая приятная шестерка такая шальная шальная императрица ой вот это подарок вот это ребята называется подарок вот это называется шара вот это называется прямо каев 11 на гф и 11 на гф и теперь придется давать вкладку лонеру но кстати заметьте он молодец он подвел он подвел лонера на гол не подбор реролл подбор ну все ребятки ну все молодец рутуре рутуре умудрился привести ничью в этом матче было тяжело хотя завар добегает ладно может еще посмотрим давайте так какая приятная пятерка но очень многое будет зависеть от скаттера не подходит правильно скаттер не лучший но и не худший гф и но вот так два раза за матч забиваешь лонером и выигрывает изи изи ребята 22 лонерных гола от скинков нет у нас или молодец давид серьезно молодец прям выкупит лонера а то это разные лонера забили голы не знаю будет ли он выкупать я думаю нет но классно что удивительно хороший матч серьезно после него до первая любимая присказка будет после него на отличный матч вообще прям